Коллеги инвесторы, здравствуйте! Рассказываю про свой опыт инвестирования. Инвестирую в российские акции, в российские компании. Опыт инвестирования меньше одного года. Сегодня пятница, 17 сентября. Это значит, я пополняю свой брокерский счет на 2000 рублей для совершения покупок. Как мы видим сейчас на брокерском счету 10 компаний. Это компания Аэрофлот, Газпром, Магнит, Московская биржа, МТС, Роснефть, Сбербанк, Северсталь, ФСКЕС и компания Яндекс. Давайте посмотрим, как менялись показатели компании на недельном графике и будем совершать покупки. Начинаем с компании Аэрофлот. За неделю компания подрастает на 1%. Торгуется по 66 рублей 90 копеек. Компания Газпром подрастает на 2,5%. Сейчас торгуется по 334 рубля 10 копеек. В моменте компания Газпром доходила до цифр 344 рубля за одну акцию. Это буквально на этой неделе было, может во вторник, может в среду. Почти было пробитие 350, но чего-то не хватило Газпрому для этих цифр. По Магниту. Магнит у нас очень сильно подрастает за неделю. Подрастает на 6,5%. Сейчас торгуется по 5677 рублей. Тенденция роста Магнита меня, как инвестора, начинает радовать. Московская биржа у нас на недельном графике подрастает на 0,5%. Торгуется по 183 рубля. Но с Московской биржей все пока что так же, как и с Аэрофлотом. Находятся они, обе компании в боковике. Ничего, никаких серьезных взлетов, падений у компаний нет. МТС у нас подрастает на 1%. Также по МТСу планируются дивиденды. Контрольная отсечка 0,8-10-21. Выплатит МТС 10,55 рубля за 1 акцию. Это выплата за второй квартал 2021 года. Роснефть. Роснефть у нас на недельном подрастает на 3,5%. Торгуется по 563 рубля 55 копеек за 1 акцию. Также по Роснефти планируются дивиденды. Контрольная отсечка 0,7-10-21. Роснефть выплатит, ну в принципе, можно сказать, такие жирные дивиденды за второй квартал 2021 года. 18 рублей 3 копейки. Сбербанк. Сбербанк у нас подрастает на 1%. Торгуется по 330 рублей 22 копейки. Ну, как-то по Сбербанку, так же, как и по московской бирже, как-то все в затишье. Никаких серьезных взлетов нет. Я все-таки надеялся, что, ну хотя бы до конца этого года и компания Сбербанк сможет пробить отметку в 350 рублей за 1 акцию. Это, конечно, будут хорошие показатели. Роснефть на недельном у нас... Не, не Роснефть, это уже Северсталь. Северсталь у нас за неделю снижается. Снижается хорошо на 2,5%. И это такой для меня первый взвоночник, чтобы Северсталь активно начать докупать. Торгуется сейчас по 1585 рублей 60 копеек. И как инвест-идею для покупки сегодня я Северсталь буду рассматривать. Ну, уж больно цена хорошая. ФСК ЕС также снижается на 1%. Тенденция снижения ФСК ЕС меня, как инвестора, с одной стороны радует, с одной стороны огорчает. Радует то, что можно, конечно, купить по хорошим ценам. Но с ФСК ЕС не все так просто. И компания Яндекс. Яндекс подрастает у нас на 2%. Торгуется по 5866 рублей 20 копеек за 1 акцию. Но Яндекс начинает потихонечку отыгрывать позиции. Так, в фонде ликвидности у нас сейчас 1449 рублей 37 копеек. На брокерском счету 2000. Получается тут 3449 рублей 37 копеек. Но я думаю, на этой неделе будем брать одну акцию компании Северсталь. Уж больно мне нравится вот это ее снижение. Снижается она очень хорошо. Продолжаю верить в компанию Северсталь, так как платит, конечно, жирнющие дивиденды. Плюс это ростовая все-таки хорошая компания. И я буду делать на этой неделе акцент именно на эту покупку. Так, заходим в аналитику. Торгуется по 1585 рублей 60 копеек. Так, нажимаем купить. Количество лотов. Один лот, одна акция. Количество доступное для покупки за счет собственных средств. Один. Нажимаем один лот. Нажимаем готово. Итоговая цена 1585 рублей 60 копеек. Комиссия брокера 0,79 копеек. Комиссия биржи 0,15 копеек. Нажимаем купить. Нажимаем подтвердить. Все, заявка успешно создана. Заявка исполнена. Компания Северсталь в количестве одной акции добавлена в мой инвестиционный портфель. Теперь у меня в портфеле 4 акции компании Северсталь. Ну, я активно начинаю наращивать долю Северстали в своем инвестиционном портфеле. Дабы, я думаю, что моя стратегия на долгосрочное инвестирование Северсталь покажет очень хорошие результаты. Так, оставшийся рубль 413 рублей 61 копейка. Мы сейчас с вами закинем в фонд ликвидности. Фонд ликвидности у меня открыт, потому что деньги должны работать и оставлять на брокерском счету даже копейки. Я считаю нецелесообразным и нужно все деньги направлять в работу. Так, количество лотов. Один лот, одна акция. Количество доступно для покупки за счет собственных средств 384. Но мы с запасом возьмем 385, чтобы на счете не осталось ни копейки. Итого у нас получится 414 рублей 26 копеек. Комиссия брокера 0, комиссия биржи 0. Ну, нажимаем купить. Сейчас нас предупреждают, что я покупаю на большую сумму, чем у меня есть на счете. Давайте подтверждаем. Все, заявка успешно создана. Заявка исполнена. Давайте посмотрим, что у нас в фонде ликвидности. Так, на брокерском счету сейчас минус 0,65 копеек. Но это мы перекроем. Ничего страшного. Фонд ликвидности теперь у нас 1863 рубля 46 копеек. 1732 штуки ликвидности. Так что вот такой сделали краткий обзор сегодня на компании. Посмотрели, как менялись показатели компании на недельном графике. Совершили покупку. Купили одну акцию компании Северсталь. Теперь у меня в портфеле их 4 штучки. Буду активно наращивать свой инвестиционный портфель. Так что подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, какие акции вы держите в своем инвестиционном портфеле. Какие акции посоветуйте мне для дальнейших покупок. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Стараюсь читать все комментарии. Отвечать на все комментарии. Очень приятно. Ставьте лайк этому видео. Поддерживайте канал. Для меня это будет огромной мотивацией выпускать новые видео. Показывать, как я инвестирую. Как я инвестирую в российские акции, в российские компании. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем счастливо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok